Ледниковый период на ощупь. В областном краеведческом музее есть зал, где экспонаты можно трогать руками. Два специальных модуля здесь сделали по проекту «Доступная среда». Экскурсионный урок для учеников Ростовской спецшколы-интерната номер 48 завершился на мини-раскопке. Теперь дети имеют представление и о работе палеонтолога, и о животных ледникового периода. О флоре и фауне Дона, которая была 200 тысяч лет назад, можно прочесть в учебнике. Но лучше увидеть и пощупать всё это в музее. Вот таким примерно был здесь позднеплейстоценовый ландшафт. Река с песчаными берегами. На дно мамонт, на другом стадо первобытных бизонов, бредущих к водопою. Их можно погладить. Так и познаётся окружающий мир. Через ощущения. Они познают очень любознательно. И, конечно, так как слуховой анализатор не на 100% работает, то им на помощь приходят и руки, и глаза. И такие экскурсии, когда можно потрогать, включить тактильные ощущения, важные для наших детей очень. Раз появилась возможность посетить музей, учитель Виктория Лисун решила соединить её с уроком информатики. Всё, о чём здесь узнают дети, они обязательно обсудят в классе. Обсудить есть что. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот этот скелет. Как вы думаете, это кто? Это динозавр. Нет, это не динозавр. Два с половиной миллиона лет назад. Нет, не было динозавров. Нет, это на самом деле верблюд. Верблюд, который жил у нас здесь, на Дону. После обзорной экскурсии самое интересное – попробовать самим провести раскопки. Окаменевшие кости палеонтологи находят именно в песчаных карьерах, на побережье современного Дона. Понятно, что это не музейный экспонат, это специально выполненные копии костей окаменелостей, животных, которые у нас тут жили в ледниковый период, около 200 тысяч лет назад, скажем так. Кости первобытного бизона, зуб мамонта также у нас представлен. В песке на этом импровизированном раскопе можно сделать свои исторические находки. И с этим ребята вполне справились. Я узнал это, корточки, две слона. И что еще? Прикольные две корточки и зубы. Тим, большое спасибо, молодцы. Это очень хорошее учение. Даже интересно знать детям, которые будут в дальнейшем это рассказывать. Сейчас все музеи области предлагают свои оригинальные идеи, чтобы все дети, независимо от состояния здоровья, могли побывать в залах и смотреть экспозиции. Галина Белоусова, Тагир Фаттахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.